Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы сейчас поговорим о четвертой главе первого послания Петра. В этой части послания, почти уже заключительной, апостол говорит о смысле страданий, пытается помочь своему читателю увидеть этот смысл и во всяком случае устоять в вере, когда твою жизнь наполняет страдания. Это именно поиски способов, как к этому относиться, как вот в этом жить. И вот он пишет, что Христос пострадал за нас плоти, и вы вооружитесь той же мыслью, что страдающий плотью перестает грешить. Например, вот так можно об этом думать, когда действительно в человеческой жизни есть место страдания, настоящему страданию боли. В общем, это страдание действительно удерживает людей от многих грехов, от многих поступков и мыслей, которые были бы большой неправдой перед Богом. Это не общее утверждение, не любое плотское страдание дает нам возможность перестать грешить любыми грехами, потому что ропот тоже грех на самом деле, понимаете. По-разному к этому можно относиться и по-разному бывает. Поэтому Петр говорит, вот Христос пострадал за нас плотью, вот в этом надо видеть образец. И он говорит, что страдающий плотью живет, чтобы остальное во плоти время жить по воле Божьей, жить по воле Божьей, а не по человеческим прихотям. Таким образом, апостол пытается перевести внимание читателя с того, как нам трудно, на то, что мы с Богом. Вот это по-настоящему важно. И дальше он говорит, ну, раньше вы жили так, что лучше бы и вообще не перечислять, чему каким-то нехорошим вещам вы предавались. А теперь вы не участвуете вот в этом языческом разгуле безнравственности. И поэтому они девятся. И поэтому они девятся. Апостол не считает, что мы должны там обличать и получать. Он говорит, они дадут ответ, имеющему судить живых и мертвых. Но важно, как мы выбираем, как мы поступаем, о чем мы свидетельствуем среди язычников. Напомню, что в предыдущей, нет, не в предыдущей, во второй главе, апостол призывает своих читателей проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы быть свидетелями о правде Божьей. И вот поэтому здесь он продолжает больше всего иметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Вот тоже очень важная мысль апостола для того, чтобы от многих грехов избавиться, чтобы они не были властны над нашим разумом, совестью, душой. Что для этого требуется? Апостол предлагает усердно любить друг друга. И вот это действительно избавляет нас от грехов. Прямо-таки буквально в сердце, которое любит ближнего, остается мало места для греха, а то и вовсе не остается. И поэтому апостол говорит, служите друг другу, служите. Вот что у тебя есть, каждый тем даром, какой кто получил. Апостол Павел примерно в этом же месте говорит о том, что, ну вот там конкретные примеры, ты получил дар учительства, учи, ты получил дар служения, служи, ты там дар сострадания, сострадай и так далее. Вот какой дар от Бога? Кто получил, этим служи друг другу, служите друг другу. Вот что значит иметь усердную любовь. И вот что и будет свидетельством между язычниками. Петр здесь пишет, говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли? Служи по силе, которую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Таким образом, наши поступки, наши действия, усердная любовь друг к другу, добродетельные жизни, свидетельства, вот чем они должны определяться, чтобы в них прославлялся Бог через Иисуса Христа. И вторая часть четвертой главы еще раз, несколько иначе, формулирует основную идею апостола. Он говорит, огненные искушения, имея в виду гонения, аресты, казни, мучительные тюремные заключения, вот это вот все вместе, он называет огненными искушениями. Огненные искушения, посылаемые вам для испытания, не чуждайтесь, не чуждайтесь. Петр пишет, вы участвуете в христовых страданиях, и поэтому радуетесь. То есть, это на самом деле Христос страдает в мире, а поскольку его ученики, христиане, его ученики с ним находятся, живут добродетельной жизнью и любят друг друга в Иисусе Христе, а не как-то иначе, то раз так, то вот это страдание Христа в мире разделяется и теми, кто идет за ним. Вы участвуете в христовых страданиях и радуетесь, чтобы и в явлении славы его радоваться. Вы возрадуетесь и восторжествуете. Апостол говорит, если вас злословят взаимы Христова, блаженны, блаженны. Блаженны вы, когда поносят вас, и женут, и изрекутся зол глагол на выложущем и не ради. Это слова самого Господа в заповедях блаженства. Если злословят вас взаимы Христова, вы блаженны, потому что дух славы Божьей почивает на вас. Апостол говорит, главное, не делайте ничего такого, чтобы вам пострадать за вину реальную. Главное, чтобы не пострадал кто-нибудь из вас, как убийца или вор, или злодей. Вот этого нельзя. Вот это недопустимо. А если вы страдаете, как христиане, потому что мир не принимает Иисуса, то в этом вы блаженны. Если как христиане, и, кстати, это, видимо, одно из самых ранних употреблений этого слова. Если вы страдаете, как христиане, не стыдитесь, но прославляйте Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. И здесь, надо сказать, в неявном виде апостол соотносит, скажем так, общину учеников Христа и народ Божий, называя и то, и другое Домом Божьим. И заканчивается эта глава призывом к упованию, к надежде на Бога. Страждущие по воле Бога да предадут ему, как создателю, души свои. Делая добро, делая добро, снова и снова не устает подчеркивать апостол. Продолжение следует...